Всем привет! Сегодня делаем демку на микроконтроллере ESP32, а именно на платке DevKit первой версии. Разновидностей ESP32 оплаток бывает очень много, но в основном этот форм-фактор самый популярный. Что мы сделаем? Мы сделаем небольшую демку, которая сможет с помощью веб-интерфейса управлять релейным модулем. Релейный модуль нужен для того, чтобы вы разрывали цепь электропитания. То есть, к примеру, у вас есть какой-то световой прибор, печка, холодильник, стиральная машина, абсолютно все что угодно. И фактически во всех, в таком понимании, умный дом работает именно по принципу релей модулей. То есть, либо это твердотелое реле, либо электромагниты, как у меня здесь. И, соответственно, мы сегодня сделаем такую демочку и покажу, как это все быстро работает и как с помощью в течение 5 минут можно сделать себе управление электроприборами. Так, ESP32, DevKit-версия первая, четырехканальный модуль по управлению электропитанием. Скетч я приготовил в Ардуинке, Arduino IDE. Здесь у нас пины, которые я буду задействовать. Схемку пинов можно найти в интернете. Но я рекомендую все-таки сравнивать номера пинов на самой платке. На самой платке это более достоверная информация, поэтому все-таки предпочтение я отдаю не интернет-источнику, а именно то, что есть на самой платке. Потому что были случаи, когда совершенно другие значения я получал, либо вообще это был другой номер пина. Окей, все это сейчас собираю, компилирую скетч, загружаю, открываю веб-интерфейс и дальше я детально пройдусь. Так, скетч загружен. IP-адрес 83 в моей сети, у вас может быть и другой, проверяется IP-адрес путем сериал-монитора и зажатием кнопочки Reset. Он вам выдаст адрес текущий, к чему подсоединился ваш ESP32. Так, обновляем. Я даже для примера открою на телефоне у себя. По сути, каждый переключатель на этой простенькой страничке означает, цепь замкнута этого релейного модуля или нет. Естественно, я подписал GPIO под номером, то, как соответствует у меня на платке. Вы можете написать как угодно, скетч будет доступен на гитхабе, поэтому меняйте без проблем. Вот, естественно, мы переключаем наш релейный модуль. Релейный модуль замыкает цепь, электроприбор включается. Вот таким образом это все работает. Соответственно, вот наш релейный модуль. Нам нужно замкнуть, к примеру, там релейный модуль 4, который у меня повешен на 33 номер моего пина. Естественно, мой телефон внутри этой сети, в той же сети, в которой микроконтроллер работает. Ну, вот таким образом можно управлять электроприборами. Вот, в принципе, в течение 5 минут микроконтроллер плюс релейный модуль. Такое простое решение для умного дома. Поэтому пробуйте, экспериментируйте. Ну, допустим, вам необходимо банально поднимать или открывать гаражные ворота, пока вы приезжаете. У вас есть веб-интерфейс. Вы подъезжаете к дому, вы его открываете. Вы замыкаете цепь. Сервопривод у вас открывает электроваши ворота. Есть какой-то концевик, который останавливается в момент тогда, когда ворота полностью открыты. В принципе, почему бы и нет. Простое решение. Естественно, можно переплатить, заплатить мастерам, то, что они приедут и сделают вам решение с этими электроворотами. Либо еще чем-то умным домом. Ну, в принципе, можно купить микроконтроллер, который стоит порядка 10 долларов. Может быть, меньше, смотря где вы будете брать. В Украине он стоит на доллар, если перевести, около 10 долларов. Релейный модуль, одноканальный релейный модуль стоит тоже гривен 50-70 гривен. То есть, это 3 доллара где-то. Четырехканальные, в зависимости от производителя, ну, на самом деле, не так дорого, как кажется. То есть, до 100 гривен, до 4 долларов, до 5 долларов. Вот. Поэтому, делайте такие крутые проекты. Не знаю, в чем его крутость. Но, мне кажется, развить такой проект можно. И, действительно, сделать его, самое главное, удобным для себя. Потому что все проекты мы делаем, в первую очередь, для себя. Вот. Спасибо, что смотрите. Канал только начинаю развивать. Показывая, чем я занимаюсь. Всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok